Я не говорю, что все призывали всех на душу. Нет. Так вот, понимать. Это только вот у нас могут так. Лучшие танки отправляют, лучшие ракеты отправляют, при этом всё равно ничего нет. У нас. Больше нигде этого не делайте и всеми его заверить не будем. Значит, дальше. Что мы сделаем? Лёша, пожалуйста. Только всё индивидуально, насколько люди на себя должны всё поставить. Вот, например, при тех же условиях, скажем, вот мы с вами делали, сейчас проходили, боковой удар. То есть вот идёт боковой удар, например, в голову, да, вот делается вот эта вот вещь. И вот он попадает к чему? Простая причина, когда идёт удар. Вот, стоп. Вот, теперь смотри, делаем применение. Почему он съехал? Здесь никакого нет, никакой макерины нет, никакой нет, что-то такого запретельного. Просто при воздействии на мышцы, мышцы сокращаются. Раз мышцы сократились, значит, сократились, изменилось движение. Правильно? Правильно. То есть дальше идёт опять же работа. Ну, тот же удар. Тот же удар. Вот видите, то есть он уже готов был, да я ничего не сделал. Ну, он был готов, уже осел, всё просил. Почему? Опять, это не магия. Вот вам, ну, у меня, вы смотрите многие косички. Тот же самый Лепко там, тот же самый Топлакова показывает. Тот же самый Безконтактный, там, то есть, ну, там, с противниками. В основе этого стоит обычный психофизиологический воздействие. То есть, вы у нас не видели просто? Да? Вот он сейчас не видел. Вот и всё. Вот и я уже ударил, видите? То есть, мне не надо было вот этого действия. Мне жаль не надо, не надо. Не надо лишнего кулона, я просто сразу ухожу прямую. И сразу вот это оплетающий удар, оплетающий удар, и затыльник бьется под затылок, под затыльник. Если под затылок бьется легче, как мы ребенка бьем, то сресенья может не будет. Если идет удар сюда, то, соответственно, затылок будет достаточно нормально. Далее. Опять все. Почему? Почему быстро? То есть если восточник бьется, считается высшей техникой, чтобы ваша контратака закончилась раньше, чем закончилась его атака. Так? Так? Так. Это доходит через топ, через путь, через путь длинный. Очень длинный. То есть здесь, смотри, вот здесь, вот смотри, вот мы с вами показываем, что вы отрабатываете, да, действие делаете. То есть вы такие руки под себя подтаскиваете, выводите за навесие, то же самое, туда-снизу. Вот он сразу поползает. И тут же сразу бьется, куда-то, 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 куда-то. То есть здесь как бы есть разница, вы лавровой разница, да? Но затрат больших нет. Почему? Это опять обусловлено сегеографическим положением. Мы всегда одеты, у нас всегда ловут, у нас может быть такая одежда, такая одежда, там, джинсы, так что-ли, там, подобные, всегда ловут. То есть, в принципе, ударить такие вот в корпус от октября до апреля, они махают. Одинственное, что здесь будет, здесь вы можете просто декорировать, просто набрать. Вот раз, он на дождик, для того, чтобы опять, он сработал, просто сработал. Это вот он здесь, да. Опять же, он может наноситься, он может обрабатываться, все зависит уже от ваших целей. Какая цель будет у вас оживать? Значит, какие могут быть, например, боковые защиты, да? То есть удары боковой, может просто, просто, Просто подцепить, займите плечом. Может, тот, который мы с вами обработали, делали. Может, вот такой удар. Но это делается всегда, кажется, с приседом. Различные, как же можно перевести удары с плечом и плечом. То есть все можно вплетать. Все можно вплетать. При чем? Те же удары, например, на верху. Корпус, да? Вот идет корпус. То есть мы... Ну, верно. То есть нас всех всегда учат. Держать удар. Держи. Зачем? Мне всегда возникает вопрос. Зачем? А если у него в руках будет нож? И мы привыкаем держать удар. Зачем он удар? Нам нужно пропустить. То есть приведет удар. Мы должны естественно отыграть. И он прошел. А вот здесь опять его подцепили. То есть выдумывать не надо. И там делать какие-то сверхсложные действия. Не надо. Почему? Вы... По-моему, амросик оптинский сказал. Если мне память изменять. Где просто? Там англ свойство. А где мудрено? Там не одного. То есть поэтому нам не нужно. Для того, чтобы выживать. Нам нужно делать, как там это... Чак Нори из петлинизу показывает. Другому. А куда? Там ударит. Сюда забежит. Куда-то нога. Там перевернет. Что-то бросило. А тот стоит, ждет, пока это все пропитывается. Такого не будет. Именно только простые действия эффективны. Это раз. Во-вторых. Ну, условно говоря, техника работы ногами. Техника работы ногами, она вообще не нужна. Да. Просто не нужна. Согласен. Есть люди, которые, как уже жизнь на этом положили, да? То есть они зубы на этом железное наели. Они это могут делать. И это хорошо. Никто не хочет. Они уже могут. Но стремиться к этому не надо. Потому что вы потратите жизнь ни на что. Сразу вам говорим условности. С октября месяц опять, потом же апрель. Начинаем с грязи, дождей. Потом снег, лед. И вы всегда оденали. В джинсе и так далее. И там было. Да. Кто в кроссовочках там, кто в ботиночках, кто еще в что-нибудь. Есть смысл на гонке забирать? Нет. Раз. Вы привыкли. Вы замечательный человек. Вы замечательный, прекрасный мастер. Экландор. Ну, почему продеклановый? Потому что в основной. В данной части. А если вы попали. Ну, а если вы посмотрели фильм? На земляной саде, где я знаю. Смотрели? Дведи канали на высоту брали. А? Видели? Представьте себе там текландисты, 70 сантиметров шириной франшеи. И даже просто те же самые прием самбо, ци-до, тоже тэквонго. Карате. Представьте себе. Когда в руках людей, шаперные лопаты, автоматы, кастер там еще. Там даже руками бить и то не нужно. Одно железо было. Мы часто просто говорим, вот это круто, это круто. Мы даже не задумываемся, а связать ли нам полезно нам в рот в бою. Или, например, вот спросите вот, Юрий Александрович сидит в Чечне, когда 50 кг лишнего веса на себе, в боекомплект и в горы. Попрыгнешь? Ну, вот там попрыгнешь. Помашешь там ногами? Спросите, он вам расскажет. Вот, сидит товарищ, что он вам расскажет? Как там с пулеметом ходить по горам? Попрыгать хорошо? Ях! С ПК. Когда там еще тысяч патронов сзади, а с собой жраду даже не берут, а берут на больше патронов. Поменьше жраду, то больше патронов. И подумайте, как это вообще действует? И только работа вот такая вот действия с применением подручных средств, с применением оружия, с применением штатного оружия. Ну, вот тут ноги читайте, возьмите. Дай, вот так вот. О! Вы мне прав, мне не прав, мне не прав, мне не прав. Дальше? Значит, что у нас? Начинаем с того, что просто, скажем, вот в руках нож. Просто в руках нож и иди, пока угрожать. Пока угрожать. То есть, есть угроз. Существует что-то. Деньги с меня проживают, требуют, еще что-то. То есть, вот что-то, что-то он от меня пытается. То есть, казалось бы, вот прям, вот, вот, вот. Казалось бы, что же делать? Все. Человек, не понимающий, как можно действовать дальше. Если я буду лвать, а пытаться чуть-чуть, он мне сразу читит. То есть, если я буду использовать вот эти вот вещи, то есть, все, сонно-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Что мне делать? Оп! Что я делаю? Опять движение с ранее. Вот он мне. И вместо того, чтобы у меня сейчас горло не перевезло, да, мы как раз делаем вот это вот действие. Оп! Вот сюда. Дальше раз. Наношу вот так. Да? Потом спокойненько лезем. Оп! Вот сюда. То есть, все, в принципе, если ничего не бояться, то все очень просто. Далее. С этой стороны все то же самое. То есть, я могу как сюда ударить. Как сюда ударить. Потом перейти сюда. Ооо. Ну, что там. На металл с ним поработать сложно. А так идем в тракту. Да. Может идем в тракту. Расс! Далее. Значит, у меня есть несколько секунд. Вот здесь такие вещи, то есть вот так, чтобы мне с ним не прыгать, не скакать, я сразу зажимаю, вот здесь, зажимаю, иду по направлению, и нашел все туда, убираю. Зажать, чтобы не дернул, сразу зажимаю, чтобы не дернул, потому что если я буду просто держать, просто держать, он дернул, хотя я зажимаю, когда сразу есть, и начинаю вращаться. Вот здесь вот тягу вторую. При любых условиях, ну, например, да, вот, вот у нас, видите, лезвие стоит, ну да, вы уже видите, раз так стоит лезвие, есть точка опоры, точка опоры, вот здесь вот работает гибкость, гибкость, шармин, здесь гибкость. Значит, мы берем, да, привет. Как бы он не держал, то есть, как бы он не держал, вы видите, ну, что он умеет встал. Немножко ты думал, значит, туда я его не буду управлять. У меня смысла нет, потому что он мне воткнел. Опять. Рука имеет ко мне. Раз. Делаю. Вот, видите, зацепился. Ничего страшного. У меня опять точка опоры. То есть мы должны не выучить наизусть это движение. Мы должны видеть, как работает предмет. Мы должны видеть, как с этим предметом работает тело. И самое главное, как работает тело. Потому что, чтобы не было в руках, топор, мачете, нож, палочка какая-нибудь, еще что-то. Действия тела, они другие, не могут быть какие-то, как запределые. Они всегда одинаковые. Всегда одинаковые. Значит, ну, что, например, просто управлять. Значит, здесь мы не дровать беззарайные дачи. Дальше. Угу. 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 Каким образом нож из руки угодит? На руку? Может, по этому не знаю. Так, каким образом нож? Очень простой, нож внизу в грязь. Как бы он ни держался, как бы он ни держался. То есть нужно просто научиться работать на лезвии. То есть если даже у меня бьет, видите, перевернули, допустим, ну не пошло, ну и что же. Ну и раз опять сюда, вот видишь, у меня не порезал, я пошел навстречу. Значит, чтобы сейчас что сделать? Чтобы он вышел, выбил нож, я антонирую руку. Значит, все это не запоминает еще раз. Все это просто движения сами. Когда мы чувствуем действие, когда мы чувствуем тело, они сами движения напрашиваются. Мы должны знать, что вращательным движением, как изнутри и наружу, так и наоборот. и наоборот. Стащите. Точно так же, как и этой рукой волну. То есть, обратите внимание. Точно так же, как этой рукой волну. Будет происходить определённое действие. То же самое, когда идёт удар снизу. Но вот самое, что опасное, я хочу предостеречь. Когда люди привыкают, а это очень зрелищно. Когда люди привыкают ставить блок. Блок. Видите? Это очень зрелищно. И в принципе, красиво, когда делают там, показательные выступления. О! Видите? Что случилось? То есть, я его что-то объяснил. Я резко оттаскиваю лежу. Снизу, если он ставит блок, я резко оттащил. Порезал. Какой бы он был, прибор надуй, там сбоку сделал, я его опять, я резко. Парку! Понял. То есть, что это? Это помимо того, что это ещё поле щелевое оружие, это ещё есть рычаг. Вот, смотрите, он мне взял за руку. Он мне взял. То есть, казалось бы, я его, он меня. Казалось бы, всё, мы с ним начнём бодаться. Оп! Я просто сделал, ему сделал рычаг дополнительный. Раз. Туда. Дальше, что может быть опять? То же самое, вот. Ну, я понимаю, что ты сделал. То же самое. То есть, что происходит? Например, опасность действия. Опасность действия головы, когда человек, чтобы сейчас на динамике дремён. Понятно? Да, да, да. Чтобы в динамике это понимали? Да, 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 да. Те, которые вот такие лепуты. Не опасно. Угар выгрузки. Угар выгрузки. Угар выгрузки. Короткий, а с 8. Да? Дальше, у нас задача в том, чтобы мы сразу сработали, сработка так расслойт. Первое, как там делю, делю прям по самым, по действиям. Первое, что я вдруг увидел какое-то страхование. Первое, что вот проходит. Как только мы коснулись рукой. Как только мы его... Мы для чего испуг происходит у нас, когда убирается? Для того, чтобы было расстояние, а следовательно время, для того, чтобы прошла возможность. Возможно защититься. Проходит удар мимо. Резь. Дэм, дэм, дэм. О! Проходим. Еще раз. Есть. То есть, только пропускать удар. То же самое, когда удар наносит сверху. То есть, вот мы сейчас с вами говорили, что удар должен быть сверху. Мощный, короткий. И никакое действие такое не удержит удар. Никакое действие не удержит удар. Никакой блок. Вы сами понимаете соотношение весовое. Как? Я ручерку подставлю, ручерок моя обломится, и нож поругает удалить меня. При этом говорю, но при этом. То есть, может защита. Может как такая. Просто из-за скуга. Как и такая. Вот смотрите, из-за скуга. Пэм. Опять. Пэм. Это есть на войне. То убиваем. Если не надо, то не надо. Значит, что же происходит дальше? Значит, все удары, которые режут. То есть, мы вот так стараться. Сейчас уже работает. То есть, нужно уже быть достаточно внимательным. Почему? Потому что, вот он начинает работать. Я не знаю, во-первых. Всё, я чуть-чуть не сделал. Ничего. Мне что-то должно быть ругаться. Обязательно. Что-то я должен достать и бросить. Ну, все в счетах. Десять. 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 Как я только раз. Он начинает меня. Десять. Программа. Программа. Крутой. Хаки. Включи. Не надо ничего надумать. Не надо ничего из себя выливать. Выстраивать. Покупать. В костин. Включи. Опять же, человек стоит с ножом. А я не уверен, что я что-то сделаю и начинаю действовать То есть всегда человек распрекает Это может быть не только ключи Это может быть простой кусок бумажки И человек может быть только с ножом, не случайно Задача не в цикл показать, потому что если делать это быстро Значит ничего никого нет Внимание Любое неосторожное здесь действие, оно приведет к травме В лучшем случае Ну и вот туда Я не знаю, что он бьет Да О-о-о-о О-о-о Здесь задача что-то? Войти в зону безопасности Возьмите Возьмите О-о-о Потерянное такое Терянное такое Возьмите Мой Вот видите, падает на задницу, а я ещё наношу удар за умию. То есть там в лучшем случае будет позвонок. В лучшем случае, в самом лёгком случае будет растяжение. И пару недель он поваляется. В худшем случае – диск зоны. Один без этого. И автономка. Да, да. У меня нужно. Значит, что мы с вами делаем? У нас вот такой автомат. То есть вот это тот случай, о котором мы с вами о лёгком говорили. То есть мы находимся в боевых действиях. То есть мы ворвались в здание, помещение, вражеский окоп, траншея, блиндаж. То есть мы ворвались на станцию, попадаем с противоположной. Мушкой. 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 И мы ворваем все, что здесь у нас течёт. Страшно, что я уже мушкой. Вот убираю. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот рогаточка. Я поставил вот рогаточкой. Дальше. Дальше. Не обязательно мне силой давить на него. Почему? Потому что я могу просто физически, уставшим. Плюс к тому, что пока мы там брали эту высоту или ещё, мы вам не травим. Но жить не надо, выживать надо где-то даже. Ну, о, господи. Потом у нас панк. Следующий. А потом уже мне на них попадаем. Если есть штык, тем более. Значит, дальше. Значит, идут. Атаки различные совершенно, абсолютно различные. Вот, опять, видите? Раз. Бью раз, бью два. Разворачиваю. Бью. 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 Прикладываем. Разворачиваю мушкой. И... То есть специальных каких-то... Наработок. Не будет. Это не наработки. Вы должны знать свойства предмета. Однажды, я проводил... Я его в классе видел. Проводил кого-то. Видишь? О-о-о-о. Немножко. Немножко. Пограничников, по-моему. Нет, учителя и ВЖ. Тоже занятия. И он показывает, как он... Здесь сейчас я показал, как он остеялся. Похоже, здесь был настоящий. Вот. Ну, как же он делает? Он на ходу остеялся в магазин. Бум-бум-бум. Все положил. И тот задает вопрос. А как вы отстегнули магазин? Он говорит, у вас звание не ниже подтолковника. Вверх, вверх. И вы еще меня спрашиваете, как остеялся в магазин? То есть все тогда знают, как остеялся в магазин? Здесь просто его нужно применить к тому, чтобы уйти, снять магазин, и потом подлогать дорогу. Все. А все мы умеем. То есть отдельно, если взять каждый эпизод, мы умеем делать. Просто нужно вместе соединить. Значит, наоборот картинка другая. Так, например, он здесь с автоматом. Да! Ах! 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 Все, все это делается достаточно быстро. Здесь ничего не вижу. А за счет чего происходит действие? Ах! 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 Действие происходит за счет... Ах! 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 Если бы я сейчас что-то другом повел, посмотрите, я не ожидал, чтобы на этот удар был мурмий. То есть думал сам, что пойдет в голове, если говорить о том, что думать не надо никогда. Но! Получилось что? Смотрите. Я его плинул вот так. То есть я самортизировал. Удар был, но самортизировал. Если бы я остался, то удар был. То есть когда видите, вот удар. Где весь удар? Вот здесь. Если его раз плину, то удар практически. Тот, который имел его действие, нет. Ведь я тут уже. А вот различно. Теперь, что делать с ножом? Мы его врали. Видите, ножом зацепили по ногу. Значит, тычковый ударчик. Значит, хват может и другое абсолютно. Оп! Он сам ходил. Почему он ходит? Смотрите, медленно. Я вставляю в него. Раз. Он продолжает двигаться мимо. Ничего не делал. Видите? Просто повернул. Повернул. Плоскость изменилась. Движение ушло в сторону. Я встретил. Мне не нужно делать каких-то там рубящих, еще каких-то там движений. Совсем не нужно. То же самое, когда... То есть я могу его резать. Видите? Замушечку поддел. И опять. И оставить его в покое. Потому что ему за ближайшие 5-10 минут помощь все равно не окажется. А следовательно... В бою, да? А следовательно все. Он кроется и чего-то все. Я говорю о врагах. То есть может быть ситуация, в которой мы в скором времени можем исключить. А следовательно может быть. Далее. Я вообще не вооружен из автомата. То есть все то же самое. Вот мы и раз. Вот. Убрали. Как мы это делаем с нами? Еще раз. Как мы это делаем с нами? Мы убираем опять животик. Раз, видите? Рука ушла. Я уже могу как-то другое делать. Делать действие. Другой действие. Потом его, соответственно, добиваем. Просто сейчас на одном действии покажем вариант, которые исчислили множество. Что еще там делается? Ремс, оп! Б, есть! Дальше. У, ремс, опять! Есть! То есть главное не останавливаться. Не разводите пудалок в сторонах. Первый удар пропустили и все. Больше ничего не нужно. Ря-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Он не вернет сам. Нужно уметь направлять человека, направлять человека. То есть опять человек создает плоскость, мы создаем плоскость. Пустили автомат по плоскости. Значит, никто этого не заплачил? А? Через. Через. То есть как бы 16 и так далее. Бьет автомат. Представляете, нет? Завтра рука. Все вы не представляете. То есть блок это все. Локота. Это все. Нужно уметь пустить. Или человек начинает выжить моего ряда. О! Видите, головы пошли. Голота. То есть мы должны пропустить. Мы должны, причем удорожить, неважно куда. Ну типа на два, куда угодно. Ну скажем так. Усадочник вот там делается вот так, пропускает туда. Я не сторонник этого. Я лично сторонник. Потому что это тяжело сделать. Спина больная. Коленки оперировались. И я не смогу это сделать. Убить меня, убить. Да. Если бы пытаться делать. Поэтому я немножко делаю по другому. То есть я говорю, да. Вот видите. Я бью по рукам, которые вот здесь. И я выношу удар. Пик. Пик. О! То есть я больше ничего не надо. Или, если это действие было заметно. Там достаточно заметно. Я плашу в этот же круг. В этот же круг он спокойно поехал. В самом месте. Причем тогда может быть с другой стороны. Затылком прикладывание, например. Затылком прикладывание. Вот. То есть раз мы его опять. Опять его сопровождаем. Он просто сопровождаем. Что? Ужас к себе. Чего он держится? Что же я его держу? Я его иду вам? Я бы иду вам ходила. Вот. Далее. Удар магазином. Опять же, очень, вот, видите, блин в бою. Часто используется удар магазином, очень часто используется формула. Нимаем. Забираем. Все, видите, на вращении. Все поставили. На вращение, на вращение. Удар вот такой. Забираем. Вот, видите. Все, опять же, на тех же самых принципах, что элгар. То есть, неважно, удар идет чем, прикладом или это будет уйдет до кого-то, на сбоку. Обратите внимание. Теперь смотрите не на автомат, потому что смотрите на автомат. Смотрите на его руку. А теперь берегу, 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 и делайте все то же самое. То есть, вы видите, что разницы никакой нет. Там автомат у него в руках, там палка у него, там топор у него в руках, нож у него там в руках. Действия, они все равно идут одинаковые. То, что мы с вами как-то не знаем.